МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Я думаю, что я сегодня на законных основаниях на сцене. У меня был случай, когда я оказался на сцене Большого театра. Это было двухсотлетие Большого театра. Я придумал такую историю, что вот закрывается занавес, а там еще выходят артисты, и в зале зажигается свет, там чрезвычайно красивый зал. Я просовываю руку сквозь занавес, меня не видно, один аппарат, и снимаю. Я сделал такой снимок, отошел назад, и смотрю, вокруг стоят балерины, и я стою, их рассматриваю. Потом буря аплодисментов. Вдруг открыли занавес, и зал увидел меня в кожаных штанах, в куртке, с фотоаппаратом. Я с достоинством коротко поклонился и ушел. Под аплодисменты и крики за кулис. Кто пустил этого идиота на сцену? Ну, сейчас, вы знаете, объявили, Юрий Рост, это я, поэтому я здесь сижу правильно. Спасибо. Значит, я вам представлюсь. Я журналист, еще фотографирую немножко. И однажды я собирался сделать выставку, и хотел сделать автопортрет. Этот автопортрет должен был выглядеть так. Значит, лицо мое огромное, сложенное, как мозаика из маленьких кадров людей, которых я встречал. То есть я, собственно, это не вполне я, это те люди, о которых я писал, о которых снимал, о которых встречал. Таких людей очень много. Ну, вот тут вы видите лицо Анатолия Витальевича Дьякова. Не с него я хотел начать, но начну. Это человек, который случайно я нашел далеко, в Сибири, в горном маленьком поселке. Его сослали в 34-м году, он там и жил. Он был голоман, говорил по-французски. Отец у него был директор гимназии, а мама преподавала французский язык, поэтому он, попав туда и, женившись на местной замечательной женщине, долгое время читал с листа и переводил Жюль Верны. Иногда он забывал переводить. И дети воспитанные, и дети слушали, не понимая французскую речь. Он потом спохватывался и переходил на русский. Он там предсказывал погоду. Он создал такую довольно стройную научную теорию о взаимоотношениях Солнца и атмосферы. Он рассматривал Землю как участника космического содружества планет. И он действительно слал телеграммы и письма, предупреждая все страны о надвигающихся катастрофах. И поразительно то, что он был почти всегда прав. Если кто постарше, тот помнит, что в 1972 году, по-моему, была жуткая засуха. И он единственный, кто предсказал эту засуху. Он послал во Францию прогноз в августе о том, что у них в декабре будут заморозки и гололедицы. И они так с некоторой издевкой ему ответили, что благодарим вас за прогноз, мы уже начинаем покупать пальто. Но когда в декабре у них остановились поезда и оборвались все провода от гололеда, они ему прислали телеграмму, в которой было уже написано «Дорогой коллега». Вот я приехал к нему тоже писать материал, и встретил он меня замечательно. Он услышал стук, там маленькая такая, у него была избушка крытая рубероидом, рядом башня, и вниз спускаешься. Я постучал, он спросил, кто это таким высоким, почти женским голосом. Я говорю, это журналист, рост моя фамилия. И он мне закричал, профессор Челленджер из затерянного мира Конан Дойля спустил с лестницы журналиста, даже не спрашивая, зачем он к нему пришел. Но поскольку он был внизу, то я с этой лестницы спустился и сказал, я в соответствии с вашими рекомендациями спустился с лестницы. И мы дальше уже подружились. Это профессия, которую я обрел не сразу, я имею в виду журналистику, она мне подарила огромное количество связей человеческих. Я рано начал фотографировать. Первая фотография моих друзей, это фотография в Киеве, после войны, ей в следующем году исполнится 60 лет. Это двор театра русской драмы. Это был дом, где мы жили, театр русской драмы Киевской. Оттуда вышел гениальный сценограф Давид Боровский. Там работал Олег Борисов, выдающийся актер, Павел Луспекаев, Кирилл Лавров. Отец у меня был актером, он ушел, правда, на фронт его ранило тяжело, и он вернулся в Киев на костылях, пролежав в госпитале в Уфе. В Киев в 47-м году приехал великий режиссер кино, Борис Барнетт, снимать подвиг разведчика. Отец был на костылях, днем он чувствовал себя героем, а вечером он чувствовал себя совершенно ущербным человеком, потому что ничего, кроме того, чтобы быть актером, он не умел и не знал. Инвалид, как он мог быть актером? Никак. И Барнетт его пригласил сниматься, придумав эпизод в фильме подвиг разведчика. Ну, буквально там одна фраза какая-то, и хромой немецкий офицер. Но эта фраза, и это то, что он себя увидел на экране, заставило его вернуться на сцену. Он научился ходить без палки и долгое время играл еще. То есть театральная семья, театральный двор, и, казалось бы, театральная судьба, но ничего похожего. Я стал плавать, плавал прилично, даже выигрывал спартакиаду школьников. И попал в институт физкультуры, о чем нисколько не жалею. Вот линия жизни странная штука. Такая судьба. В мою судьбу врывается человек по имени Александр Иванович Тихонов, ватерполист. Мы с ним оказываемся на сборе сборной союза. Молодежной. И он мне говорит, приезжай в Ленинград, поступать в университет. Нам нужен вратарь. Я был и вратарем, и в водное поло я играл. Я приехал в университет и поступил. И тут уже начинается как бы новый этап моей жизни, такой круг жизни. Это журналистика. Почему? Очень поздно. Позднее. Первую заметку написал 22 июня 1966 года. Это мне было 27 лет. Я написал какую-то маленькую заметку, крохотную. Я остался в «Комсомольской правде», работал в «Комсомольской правде». Задавайте вопросы, мне интереснее тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ Расскажите, пожалуйста, когда первый раз в жизни своей вы поняли, что ваша работа получилась, что она важна не только для вас? Этот момент еще не наступил. Я вам скажу, никогда не знаешь. Мне стыдно говорить, потому что эта заметка меня преследовала многие годы, но самая читаемая заметка была заметка о собаке, которая ждала во внуково два года своего хозяина. АПЛОДИСМЕНТЫ Разрешите переадресовать эти аплодисменты собаке, потому что она ждала, а не я. на следующий день или через день все газеты мира напечатали. Все захотели сразу эту собаку усыновить, удочерить, накормить, пригреть. Люди присылали тысячами письма, деньги присылали на кормление собаки. И бухгалтерия распоряжалась так. Рубли отправлять обратно, а доллары в копилку партии. Собаке ничего не доставалось. Проявилось довольно много любопытных черт. В том числе и черта нашего очаровательного советского народа. Рядом бабушка родная или мама некормленная, а он хочет взять собаку, потому что собака знаменита. Возьми собаку, дворнягу с улицы и воспитывай, если ты такой специалист по любви к животным и вообще к живому. Но, тем не менее, мы хотели поставить памятник собаке на аэродроме в Нуковском. нам не дали. И так эта история тихо закончилась. Да, Шурик? Шурик? Вот Шурик, видите, у меня птичка. Вообще, у меня такой морской вид, да, птичка, трубка, еще нужна была бы деревянная нога, и я бы совершенно был таким путешественником. Я считаю себя путешественником, ну, как вам сказать, путешественником по этим станциям жизненным. Ну, кроме того, что я люблю действительно менять место, все время объехал с моим другом, и благодаря моему другу Виктору Такнову, Витя Такнова, он такой тоже любитель. Он, он как бы двигатель этого судна, «А я руль». И сейчас готовится книга, там фотографии и тексты. И это такая книга странствий по существу. Это и есть моя линия жизни. Довольно такая толстая, на хорошей, может быть, бумаге с огромным количеством людей. Потому что эти люди находятся везде. Принцип отбора непонятен мне самому. Я его определил как достоверный человек. Кто этот достоверный человек? Что это такое? Ну вот, например, мой замечательный друг, к сожалению, ушедший, Иван Андреевич Духин. Человек без среднего образования, но с небольшим высшим. Кровельщик, при этом энциклопедист. Я говорю без иронии. Очень хорошо он знал историю, литературу. Он тютчево знал всего. Я говорю, ты знаешь, Ваня, тютчево всего. Он говорит, нет, не всего, только 135 стихотворений он знал. Мы жили с ним рядом, и он крыл эти крыши, а потом приходил, рассказывал мне историю, написал дивную книгу о московских колокольных заводах и о своем друге художнике. Он дружил с нашими общими животными. У него своих было, там много животных, и у меня была кошка Дуся, с которой Иван Андреевич сложились очень сложные отношения, потому что они ко мне оба хорошо относились, и поэтому Дуся его несколько ревновала. Это была настоящая такая наш товарищ. Я помню, однажды пришел Атар Яселяни, известный, знаменитый, замечательный кинорежиссер, и французские друзья, это в мастерскую. И тут кошка вышла и стала ходить по столу. Она никогда ничего не трогала, но ее многое интересовало. И француз говорят, у вас кошка на столе. А он им ответил, это не кошка, это наши товарищи. Ну вот, потом кошка погибла трагически, поскольку она гуляла сама по себе. И мой друг доктор Разуваев Саша подарил мне вот Кенера Шурик. У нас с ним тоже уже отношения, но тут он сейчас пока стесняется, он замечательно поет, нападает на меня. Да, Шурик? Пожалуйста. Игорь Михайлович, скажите, пожалуйста, как вы сами определяете свою профессию? И, если можно, где вы этому научились? Кто-то сказал, что моя профессия рост. Пожалуй, если бы это не было самомнением таким высоким, то может быть отчасти это правильно. Андрей Георгиевич Битов, фотографии которого тоже я очень люблю, он тут у меня присутствует, он сказал, что я человек жанров, да? Жанров. Вот, Битов. Такая форма самообмана. Ну, да, журналист, конечно, я начал писать и снимать одновременно плохо. И у меня были очень хорошие учителя, то есть не то, чтобы меня брали за руку и учили писать, нет. Хотя был человек, который меня натолкнул, это был такой журналист, а впоследствии телевизионный комментатор и спортивный комментатор Аркадий Романович Галинский. Он такой был шумный, очень красиво говорил, излагал. Хорошо. Он мне сказал, если вы хотите быть, Юра, на вы со мной был, хотите быть знаменитым, пишите, если хотите быть богатым, снимайте, потому что тогда за снимок платили три рубля. И это, в общем, были деньги. Вся учеба заключалась в том, что ты приносил заметку, тебе говорили, что плохо, ты поворачивался. А слава, это когда кто-то проходил по коридору, хлопал по плечу и говорит, ну ничего, старичок. Вот так оно и было. Я даже не могу понять, как вырулилось на такие большие материалы и людей. Может быть, само. Может быть, мне хотелось об особенности и независимости всегда. поэтому я придумал к своим текстам печатать фотографии. И еще ощущение недоверия к себе. Я прекрасно понимал, что читатель, который читает газету, он не верит, что такой человек существует. То есть он верит, что существует, но понимает, что это все отчасти придумано. И поэтому мне нужны были фотографии, которые бы подтверждали. Такой комплекс какой-то неизбежного вранья. Мне это очень помогало, потому что фотографируя, я узнавала о человеке много. И человек успокаивался. Вот, например, история с Сахаровым. Поскольку как-то время проходит, и он в моей жизни сыграл огромную роль, я познакомился с ним в 70-м году. Это был как раз тот период, когда имя его повисло в воздухе уже некой угрозой. Но мне было очень интересно, любопытно от природы, всегда было любопытно. Вот Сахаров. Он жил около Курчатовского института. Это была такая квартира, ну, профессорская, наверное, большая. Я далеко не проходил. Мы зашли в комнату направо, такая, ну, в общем, советская комната. Стол такой, даже покрытый пылью некоторым образом. Очень красивый человек. Этого человека мог бы сыграть один актер только, Смуртуновский. Больше никто. И так вот началось наше знакомство. Я сделал фотографию, мы, конечно, ничего не написали, но эта фотография, которую я сделал, она стала мне таким пропуском в момент возвращения Сахарова. когда они приехали вместе с Еленой Георгиевной Бонар в Москву, я встретил их на вокзале. На следующий день я пришел к ним с этой фотографией, которую я сделал тогда, в 70-м году, для того, чтобы показать, что я не засланный казачок. Открыла мне Бонар дверь, она такая жесткая была. Я говорю, вот у меня фотография, еще Андрей Дмитриевич, был тогда в такой зеленой рубашке, и вместо пуговиц у него была наверху английская булавка. Она мне говорит, при мне у него все пуговицы были пришиты, заходите. Потом я счастливо с ними прообщался три года и собрал большое количество фотографий и написал несколько текстов Сахарова, в том числе один текст, который назывался гражданин-академик с вот этой фотографией. В литературке сказали сначала, что дадут полторы полосы, потом дали полосу и верстальщики. Это я должен просто рассказать для того, чтобы вам была понятна солидарность журналиста и верстальщика, когда верстальщику нравится. Полторы полосы, представляете, полторы страницы, там фотография. И мне говорят, что нужно все, что написано на полутора страницах, уместить на одной, то есть сократить значительно материал. А мне дорого, как всякому автору дорого, чтобы каждое слово. Я прихожу к верстальщикам, к трезвым, и говорю, ребят, мужики, надо вот как-то вбить. И они берут свой, это тогда еще был процесс такой, не было же электроники, шило, и строчки отлитые из металла, гард. И они говорят, давай, через 15 минут приходи. Я прихожу и вижу самую уродливую полосу, которая, когда была напечатана в нашей прессе. Фотографии нет, на огромной полосе вот такой, вот такой крохотный заголовочек каким-то там, не знаю, 24-м кеглем. Это я вам просто говорю, чтобы вы поняли, что я профессионально подготовлен. Уродливо, страшно, но все вбито. И эта полоса, она может быть просто таким учебником, как не надо и что можно. Вот. Попадая в чрезвычайные ситуации, вот как вы преодолеваете страх, Ирина Михайлович? Когда я беру в руки фотоаппарат, или я с ручкой, я знаю, что я по делу, у меня есть защита, даже в безумных предприятиях. Не фотоаппаратом, а самим делом. Безумная и глупая история это была с восхождением на шпиль Петропавловской крепости. фотоаппаратом, когда я решил, что надо ангела увидеть вблизи. Они мне вообще нравятся, они трудятся за нас, ангелы. Я подумал, что хоть один раз в жизни надо приблизиться. как раз реставрировали этого ангела и знакомые альпинисты там были со страховкой со всем. И они мне говорят, ну давай поднимайся. Я поднялся внутри. Сначала идет лестница, потом эта лестница заканчивается, потом маленькое окошко, не соврать, ну такое, наверное, сантиметров шестьдесят. и что как неприятно окошко это открывается внутрь, а не наружу, то есть не площадка. А дальше идут вот такие скобы на ширину руки. Но они мне говорят, привяжись. Я привязался, я же не знал тогда, что это такое. Я привязался и прилез туда. Когда они увидели, как я привязался, им стало плохо, потому что они внесли ответственность. Я-то привязался, но там 40 метров веревки свободные я бы пролетел эти 40 метров. Я спустился, не помню как, и там алтарь, я встал перед алтарем на колени и сказал, спасибо тебе, Господи, перекрестился, что ты меня вот от этой глупости спас. Вот. Поэтому я не могу сказать. Страшно, нормально испытываешь страх. Конечно, я помню, тоже были военные события, уличные бои очень неприятная штука, особенно со снайперами. Вот тут был жуткий страх, просто ноги отнимались. Давайте еще. Да. Уважаемый Юрий Михайлович, скажите, пожалуйста, кроме фотоаппарата, какой у вас в жизни еще талисман? И есть ли? Фотоаппарат это не талисман. Фотоаппарат это инструмент, такой же, как ручка. Вот. Фотоаппаратом рисуешь картинки, ручки пишешь. Вот и все. Я пишу ручки. Я пока не освоил компьютер. Может быть, придется. И снимаю в основном на пленку. То есть, интернета у меня нет. Талисмана? Не знаю. Не знаю. У меня нету этих, как на Украине говорят, забубонов. Я, конечно, забыв, погляжу в зеркало, но у меня есть своя теория. Дело в том, что если вы что-нибудь забыли и вернулись, то это знак, что обязательно что-то произойдет. закинуты во времени вперед. То есть, произойдет и так, и так. Просто вы можете приготовиться к этой неприятности. Поэтому, если я что-нибудь забываю, я жду неприятности, стараюсь, чтобы она была поменьше. Нет, талисмана у меня нет. И привязанности у меня нет. Я не коллекционер. Я собиратель. Это разные вещи. Да-да, пожалуйста. Самое красивое место, где вам довелось поговорить. Когда я увидел Мадагаскар, мне показалось, что это одно из самых красивых мест. Я сейчас думаю, что это самое интересное место по людям, потому что на крохотном участке земли собрано огромное количество разных племен. Переезжая из деревни в деревню, ты как будто перелетаешь с континента на континент. Потом я попал на Тибет. Это совершенно какая-то другая история. Это серо-синяя такая гамма. Я начал фотографировать цвет. Я никогда не снимал цвет. Но потом я решил, что землю надо снимать такой, как ее Господь сотворил. Меня интересовали даже не столько ландшафты, сколько сам цвет, портреты части земли. Потом я попал в Исландию. Это одна из самых красивых стран. Потом я попал в Гренландию. Понял, что можно возле одного ледника провести огромное количество времени, потому что все это меняется. Просто лед, больше ничего. А это гренландский лед. Но я надеюсь, что может быть еще когда-нибудь и Антарктида. Это вещь суровая. Насколько мы ее не возьмешь, мы промахнулись серьезно, потому что мы решили, что так прибудем, поснимаем и убудем. Ничего подобного. Там задуло, и ничего, мы очень мало чего видели. Но ощущение пустоты и нетронутости, неучастия человека. Собственно, все фотографии природы это то, что человек не успел испортить. Вот все, что я снимаю. Этого пока много. Но все это поближе к полюсам. Там, где жить неудобно. Юрий Михайлович, самое ваше интересное с точки зрения создания фотографии. Самое интересное? Да. Видите, в чем дело. Я не занимаюсь этой дрим-фотографией, то есть фотографией мечты. Я фотографирую в основном людей, но теперь немножко и природу. Это совершенно не значит, что эти люди, им нравится то, что я снимаю. Есть беда, я женщин могу красиво снять, но очень тяжело мне, потому что получается все время как-то реалистически. Я помню, что я снял Акуджаву, хотя у нас были очень хорошие с ним отношения, он эту фотографию не любил, потому что он мне сказал, ты знаешь, я не люблю эту фотографию, потому что я на ней, на себя очень похож. Это был одновременный комплимент и предостережение такое. Дорогая мне фотография, которую я показывал, Сахарова, потому что бывают такие случаи глупые, когда долго-долго готовишься, а потом приходишь, и вдруг оказывается, что у тебя вместо десяти пленок одна, а снять надо там 36 кадров всего, больше не получится. Помню, пришел к нему, это было через две недели после его возвращения, зарядил аппарат, и вижу, что больше пленки нет у меня. я стал другим аппаратом его щелкать, без пленки. Нащелкал, наверное, раз в сто. А он сидит, смотрит. Он такой был очень внимательный человек и любопытный. Он говорит, по-моему, там 36 кадров должно быть, а я насчитал около ста. Я говорю, Андрей Дмитриевич, там нет пленки. Он говорит, а зачем? Я говорю, я хочу, чтобы вы меня привыкли ко мне и не учитывали меня, чтобы вы занимались просто внутренней какой-то своей жизнью. Он говорит, а, хорошо. И дальше он перестал меня учитывать. Я зарядил пленку и снял его. У меня есть любимые фотографии. Любимые есть фотографии. Они ничем не примечательны, просто они мне дорогие. Ну, например, есть фотография, зуб болит, девочка, это я снял в горах, в Хевсурете ребенка. Она мне очень дорога. Ну, собственно, мне дороги все фотографии, которые я сделал. У меня в мастерской, они висят на стенах. Многих людей уже нет. Они черно-белые, в черных рамах. И кто-то зашел, мне говорит, как ты можешь жить здесь, как в Склепино. Дело в том, что я-то живу среди живых. Это все моменты их жизни, этих людей. Да. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы материально поддерживаете детский инвалидный дом в Одессе. Вообще, как это случилось и почему? Ну, сказать, что я поддерживаю, это громко, но если я получаю какие-то премии, то я туда действительно отправляю деньги. Ну, собственно, так делают многие. Есть такой Борис Литвак. О нем имеет смысл рассказать, потому что это предмет гордости. Я сейчас найду, секундочку, фотографию этого человека. Я приехал в Одессу, не помню, меня познакомили с человеком, который был директором спортшколы. Обычная одесская спортшкола, где бегают дети. У этого директора спортшколы была дочь, которую очень любил. Она была неизлечимо больна, раком. И когда она уже умирала, она ему сказала, ты делаешь очень много для здоровых детей, но есть огромное количество детей, которым некому помочь. И он затеял, буквально один, в Одессе строить центр для реабилитации детей, инвалидов. Ну, в основном ДЦП. Он поставил эту Одессу на уши всю. Во-первых, он был там популярным человеком, во-вторых, он азартный был человек, в-третьих, у него было огромное количество знакомых. Выпускники его спортивной школы, они стали какими-то директорами завода, начальниками колонн, и он их всех обязал, чтобы они вот на это святое дело что-нибудь делали. Не забивали ему сваи там бесплатно, кто-то давал стекло, кто-то еще чего-то. И в результате его усилиями был построен дворец. Ну, мы его так называем, потому что это пятиэтажный дом, хороший дом, оборудованный по последнему слову медицинской техники, где каждый ребенок, больной ребенок, может прийти бесплатно до сих пор получить помощь. Так вот, Литвак сейчас ему помогает, к счастью уже, строит гостиницу для родителей, потому что, как правило, это несчастные мамы. Ну, две трети отцов не выдерживают этой жизни, они уходят из семьи, и матери остаются с этими больными детьми, приезжают в Одессу и жить и мне, где вот сейчас будет гостиница, где у каждой мамы будет своя комната в блоке. Очень многие люди стараются им помочь, причем там нету возможности заплатить доктору из рук в руки. Нету. Если ты хочешь помочь центру, то спускаешься вниз, платишь деньги, а потом они уже распределят все. Теперь, значит, тут у меня спросили, пришла записка, ваша первая зарубежная командировка, куда и когда? 72-й год, Мюнхен, Олимпийские игры, как это ни странно. То есть я попал сразу в такую феноменальную историю. Поехал я тоже странным образом, потому что был такой борец классического стиля олимпийский чемпион Александр Иваницкий, который в это время работал в ЦК Комсомола в отделе спорта. Он ко мне относился к симпатии. Он взял меня в группу сопровождения или поддержки, или бог знает, как она называлась. Я должен был фотографировать спортсменов и делать стенгазету. Но к несчастью, я купил новый проявитель, мне хотелось подороже, а он не взаимодействует с местной водой. У нас вода хлорированная, а там серебренная. И там в результате жуткие были некачественные пленки. Тем не менее, я там ходил всюду. Саша Иваницкий на меня абсолютно не похож, но только очки у нас одинаковые. Так это здоровый, красивый человек. Он мне дал свой аосвайз пропуск. Я по этому ложному пропуску ходил в Олимпийскую деревню, куда только я не ходил, на все соревнования. И даже на финал по боксу и на финал баскетбола, где наши выиграли одну очко. И даже с этим же пропуском непонятно, как попал в раздевалку к баскетболистам, когда решалась судьба золотых медалей. Это был главный матч. Американцы подали протест и даже не пустили туда тренера Кондрашина. А я там оказался и фотографировал. У меня была одна пленка, и я сделал снимки. Они меня все спрашивали, слушай, а как ты сделал эти снимки, если там никого кроме нас не было? Они тоже не видели, были в таком состоянии. Вот эти фотографии. вот, а потом оказалось, что я пришел как-то в Олимпийскую деревню, меня встретил там наш товарищ из ЦК комсомола и сказал, что вот произошло это жуткое несчастье, что террористы захватили дом израильской делегации, где борцы были. Вот, а у меня есть такая особенность, я, когда приезжаю на новое место, я стараюсь кругами так выяснить, где я нахожусь. Я понял, как я могу попасть в дом напротив захваченного дома. И я со своими аппаратами меня там напугали, первое путешествие за границу, и все, что было, все камеры у меня со мной, вся пленка отснятая, вся пленка не отснятая, ее поднять нельзя было, и все с собой таскал, потому что я боялся, что кто-то засветит, кому-то это надо. Но опыт-то у меня определенный был, я знал, что если строили быстро, то обязательно чердак не закрыт. Поэтому я поднялся на верхний этаж, пройдя под землей, там была дверь стеклянная, я стекло грешен перед германским правительством выдавил, дверь открыл, и оказался прямо напротив вот этого дома и фотографировал там это все. Фотографировал, потом оказалось, что это никому не нужно здесь, в Москве, потому что ну, в ЦК партии были собственные представления о том, что произошло в Мюнхене, и то, что я рассказывал, это никого не интересовало. Ну, правда, я отдал пленку немцам, они напечатали в газете, и благодаря этому у меня остались хоть плохие, но отпечатки того, что я видел. Потом мы с моим другом, гениальным сердечным хирургом Вячеславом Ивановичем Францевым, который был членом международной комиссии бокса на Олимпийских играх, все перепугались, потому что там какие-то слухи были, пошли, что сейчас вот там будут захватывать советскую делегацию, не знаю, почему. А Слава, он такой, он прихрамывал, но это был фантастический, совершенно мужественный человек. И он говорит, тут есть какая-нибудь майка с надписью СССР? Я говорю, нет. Сейчас я возьму. Он вышел, принес мне такую майку, у него был пиджак с гербом Советского Союза. И мы вот демонстративно пошли на улицу. Мы проходили, там сидели боксеры и спарывали эти гербы, чтобы их не узнали. И Слава ему сказал, что вы спарываете, вас по лицам узнают. Мы ходили, мы ходили по улицам и пели русские песни. Поскольку я много русских песен не знал, то я думаю, что вот Мюнхен услышал несколько раз в разных исполнениях степь до степь кругом путь далек лежит. Не знаю, почему, но эту я знал до конца. Потому что «Миленький ты мой» тоже хорошая песня, я ее знаю, но она как-то не подходила по этой ситуации. Вот. Так что такое было боевое крещение у меня. Случалось ли вам так, что фотографию полностью меняло ваше представление о человеке? А в какую сторону? Нет, не случалось. Видимо, потому, что я снимал тех людей, о которых имел представление уже. Нет, одна такая фотография есть, конечно. Это где я задумчиво с умным выражением лица сижу на чужой фотографии. И она резко поменяла. Я не знаю, почему вы про Шурика ничего не спрашиваете. Мне так хочется. Шурик готовился сегодня, я его не кормил, чтобы он. Он не поет, правда. У меня о другом персонаже вопрос к вам. Есть ли какие-нибудь экспозиции, где вы выставляете свои фотографии? Я не очень люблю участвовать в групповых выставках. И вообще толпа меня пугает всегда, потому что мне кажется, что толпа это какой-то другой организм. Вот вы сейчас сидите порознь, да, вы отдельные. Вас объединяет только любопытство. Это нормально. Это признак отдельности. Но вот действия толпы, когда человек теряет свои качества одиночки, он становится частью чего-то целого, это меня очень пугает. Я не люблю это. Я всегда скраю. Выставки у меня не очень часто бывают. Год назад была, с моей точки зрения, одна из лучших выставок. Она была очень небольшая. Называлась она «Пушкина нет дома». Дело в том, что я провел ночь в квартире Пушкина. Я дружил с этим музеем, я жил в Питере на мойке 25, как раз напротив квартиры Пушкина и уговорил их оставить меня на ночь в квартире Пушкина. Это была, конечно, чистая авантюра. Просить разрешения на это пребывание было бессмысленно, потому что это национальная святыня, это настоящие вещи, вещи подлинные. и мало ли что можно сделать. Поэтому меня просто там закрыли. В 7 часов вечера закрывается музей, все ушли, а я остался. Закрыли ставни, погасили свет. Почти все время, что я был в квартире Пушкина, я провел за столом под портретом Кипренского. Я зажег свечи, и с этими свечами я ходил по этой квартире. Это ощущение живого дома было. Растворился этот век 20-й, его не было, никаких признаков не было его. И это даже тишина этого дома, это была не музейная тишина. А когда я взял шандал и пошел, а он, если вы помните, это такой круг в нем, свечи, и этот круг покатился по потолку, и он стал так двигаться, все предметы стали обретать тени, эти тени стали двигаться, но было полное ощущение, что я попал вообще как вор. И поэтому я даже не придвинулся к двери, которая шла в кабинет. Утром меня открыли, я пошел, как сейчас помню, в собор Николы Морского, купил там свечи, все было такое стереоскопическое. Все было чрезвычайно ярко какой-то день. Единственная странность была, я купил газету, посмотрел, продавал человек, и она была завтрашним числом. То есть что-то, какой-то слон как будто во времени был. Так вот, я же о выставке. Я наснимал там все-таки, и мы сделали выставку в музее Пушкина на Пречистинке у Богатырева Евгения. это была выставка в полной темноте. Все фотографии, мы выкрутили все лампочки, развесили эти фотографии все, Пушкина нет дома, фотографии квартиры, ну, где-то же он должен быть, Пушкин, поэтому я наснимал фотографии пушкинской пары. В общем, люди совершенно спокойно спрашивали, это что, действительно реальные фотографии, хотя фотография появилась после уже смерти Пушкина. Ну, где бы он мог бывать, там, на мойке, в летнем саду, красиво, я их так немножко подкрасил, чаем, было очень красиво. А посредине этого зала мы поставили шатающиеся стойки Ивана Андреевича Духина, которую я вам рассказывал, специалист по поддужным колоколам, кровельщик, энциклопедист, в час провел атрибуцию коллекции колоколовой, нашел колокольчики поддужные пушкинской пары, мы их повесили, и человек натыкался на эти стойки или брался в темноте, и все время был такой звон. Вот если вы меня спросили, любимая выставка, это была вот эта выставка. Ваши критерии хорошая фотография. Часто это очень тонкий и спорный вопрос. Согласен. Поэтому никаких критерий нет. Если вы помните фотографии ваших бабушек и прабабушек, то там как бы позы всегда замершие и композиции одинаковые, а люди все разные. Это очень интересно, потому что власть человека над фотографом была. Длительная экспозиция заставляла фотографа ждать состояния и смотреть. Человек успевал, пока экспозиция шла, фотографирование успевал уставать, избавлялся от улыбки, занимал ту позицию, которая ему была наиболее комфортна, то есть позицию самого себя и таким он и оказывался на фотографии. Сейчас очень быстрые фотографии, поэтому они могут подсмотреть тебя в какой-нибудь неловкой позе, непохожем на самого себя. То есть сейчас фотограф властвует. Поэтому я не могу сказать, какие критерии фотографии. Когда-то Всеволод Арсеньев, который меня учил, он посмотрел мои фотографии, это был 67-й год, я пришел в комсомолку с такими негативами зажаренными, мне казалось там лес, горы, что это карточка, он долго так смотрел на свет, потом отложил, взял папироску и сказал резко. В том смысле, что я навожу на резкость. Фотографии это не было. Пожалуйста. Юрий Михайлович, учитывая появление новых технологий, каким вы видите будущее фотографии? Я бы сказал, что технологии меня не пугают. Когда появилось кино, говорили, вот конец театру. Когда появилась фотография, конец живописи. Когда появилось телевидение, говорили, вот конец кинематографа или еще чего-то. Я думаю, что пленка будет существовать. Для меня она привлекательна еще и тем, что пленка имеет скрытое изображение. Это термин, который я употребляю. И на пленке есть скрытое изображение, и у человека есть скрытое изображение. То есть то изображение, которое с годами можно из него вытащить. Когда мы пришли сатарами Селяне к Арте Брессоне, ему было 93 года, ему надоело смотреть все фотографии, можете себе представить. Вот. Он мне сказал странную фразу такую. Я ему показал карточку, он мне подарил книгу, что свидетельствует о том, что карточки он увидел, книга дивная. Даже подпись мне написал щадящую, европейцу от европейца, потому что книга называлась европейца. А он мне сказал, знаете что, посмотрите соседний кадр. Я приехал и посмотрел соседние кадры. И оказалось, что то, что я видел не везде, то, что я видел фотографии 10, 15, 20 лет назад и то, что я вижу сейчас, это совершенно разные вещи. И в некоторых случаях соседний кадр оказался сегодня гораздо интереснее, чем тот, который я выбрал тогда. Время прошло, я изменился, как великий трубочный дед Федоров такой был мой друг и крестный отец моего сына. Он делал трубки. Еще когда этих трубок не было, делал трубки для всех и он изучал лица и весь БДТ курил трубки. И Капелян, и Басилашвили, и Юрский. Масса людей турили трубки. И даже тот, кто не курил, приходил к нему во двор, проходной двор в Капеле, для того, чтобы послушать его. Он блестательно играл на гитаре. Если бы эта линия жизни длилась месяц, я бы много рассказал про этого деда. Но дело не в этом. Я хочу сказать, что он сделал трубку семенону. Маленькую такую носогрейку, очень хорошую. И мне очень понравилась эта трубка. Я ему говорю, Алексей тут мундштук другой, соска короче. Соска это вот между чашкой. Он говорит, Юр, так и я изменился за это время. Я уже не могу сделать то, что я делал тогда. Я и снять не могу. И нормально, что если ты через какое-то время придешь снимать учебную работу, шар, освещенный с одной стороны, ты шар снимешь иначе. потому что в тебе накопился опыт и знания. Да, вот очень умно. Да, пожалуйста. Юрий Михайлович, вы интересный человек и вас окружают удивительные люди. А вот плохих людей вам приходилось встречать? И фотографировали вы их? А зачем? А зачем? Нет. Плохих людей я не фотографирую. Понимаете, это же, ну, не знаю, это, конечно, странноватая такая, может быть, даже несколько смелая, но как бывают вот намоленные иконы, да, вот и этот аппарат, он как-то насъемленный хорошими людьми. Мне нет необходимости. Я должен интересоваться этим человеком, да, и злодею, и политиков у меня нет. я их не снимал. Пожалуйста. Скажите, правда ли, что вы увидели Марину Ниелову в роли Башмачкина? Правда. Я еще раз перечитал Шенель. Это Евангелие от Башмачкина. Я думал, что это существо, это практически пола нет у него. Это вообще какая-то библейская история, об этом можно долго говорить. И я сказал Марине, что вот мы с ней дружим очень давно, я ее люблю очень, актриса, она гениальная. Я говорю, вот тебе нужно выйти из роли женщины. В свое время я Селяния сказал, что ей нужно сыграть Бабу-Ягу раза два и характерную. И не дают характерных ролей. И тут вот так получилось, что я ей предложил ее это очень заинтересовало. Потом мы встретились с Фокином, я Фокину рассказал эту историю. Фокин заинтересовался на этой его сцене, на этом месте, где мы сейчас я сижу, они здесь это и репетировали. Это спектакль Фокина, конечно. А такая, ну, скажем, идея воплощения Башмачкина в Ниелову, это, да, было. Ясно, какой у вас огромный архив. Да. миллион приблизительно. Если бы вам случилось оставить для будущих поколений, для будущих потомков 10 фотографий о нашем времени, о нашем поле, какие бы вы отобрали, если можно? Спасибо. Спасибо вам. Вопрос такой, я не занимался этим кастингом, как сейчас принято говорить. Я им оставлю все. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Мы с Шуриком, вот, мы с Шуриком вам чрезвычайно благодарны за ваши вопросы, за теплоту и он согласен. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Шурик, давай. Птичка, Шурик, птичка, птичка, Шурик, давай, давай. Давай, давай, птичка. Спасибо. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok